...чемпионата, который стал едва ли не самым лучшим фортом за последнее время в составе ЦСКА. Думбия уже в Нью-Касле, уже сравнительно давно, но в первую команду Ямад играет на фланге вместе с 16-м номером Аарамсом, молодым защитником, он на первую удар в стволу по воротам. Виналдум – это группа атаки, и впереди ЦСКА получает мяч, дальше на Виллиана, одного из лучших игроков Челса в этом сезоне, в этом турбулентном сезоне. И сейчас Виллиан ускоряется, готовит передачу направо, есть вариант, но можно проникнуть штрафной и забить первый гол! Диего Коста! Совершенно маска для касания мяча, и смотрите, какой гол Виллиан, феноменальный колокольчик! Как он развернулся, да, в центре поля практически ушел от своего игрока, и великолепный пас. Ну а дальше дело касания. Вот, кстати, хорошо, что не стал трогать все мяч, хотя мог забить вот сейчас. Об этом позже, девятая минута Шелви, низом прострел, и здесь очень удачно играет Челси, вперед на Эдена Азара. Ну, здесь его, как бутербольчик сделали, а это перехват Педро, и побежал он один-один, Педро! Фанол! Решился бить с такой дистанции, хотя можно было и дальше продолжать. Казалось бы, момент уже потерян, три игрока разобрались с одним, и здесь очень неудачная передача. То, что он решил бить с такой дистанции, это говорит об уверенности. Или кто-то увидел, что вратарь потерял ворота. Здесь видел вратарь немножко, да, потерял ворота. Вот с этого повтора очень видно, что вратарь потерял угол, конечно. Не линия сейчас игра идет, и Талсон вновь у штрафной, Андрос бьет! Команда, которая очень много пропускает в этом сезоне дома. Но пока поводов... Да, потому что третий-то игру точно закончится. С двух-то уйти очень сложно. Калачини и Коста. Шикарный забег, который выигрывает Диего. Ждет Виллиана Коста! 3-0! Фантастическая игра Челси! Отличный пас отдал. И опять Сест. Тоже ведь должны отметить его передачу. Я, да, уже отмечал, что очень легко проходит. Буквально одним пасом проходит среднюю линию. Никто не накрывает. Там рядом был Таунсен. Ему не по чему сейчас гоняться за... Проигрывал метр два. А тут что? Метр два проигрывал. А здесь великолепно разобрался. Фабрика с другую продолжение атаки. Через фланг Петро. Прострел! Удар! Ой, вот здесь... Попал защитника. Главой. Глава, если мы смотрим... Момент, видим его здорово. И... Ну, тут спокойно. Юкасл. Давайте посмотрим. Виллиан. Удар поворотом! Юкасл очень часто. 8 мячей. Только Норвич и Сандерленд пропускают больше. Чем-то тоже озабочены тренера. Хотя, казалось бы, поводов мало. И она! Передача! Ух, как здорово все получилось! Виналдум пробил поворотом. Не успел Спиликуэта. Ну и здесь тоже. И Матич далеко. И Фабригас. И вот удар поворотом. Неудобно. На Спиликуэта. Ну да. Но тут же выиграли мяч. И вот момент для четвертого. Удар. Раз. Второй не состоял. Сегодня очень хороший день для Эдена Азара, чтобы забить свой мяч. Давайте смотреть. Играет назад. Неудачно. Ух, это свой возраст. Хороший эллиот. Триас, слева Баба Рахман. Вот такая перестановка в первом тайме произошла. Далее в опорной зоне прострел. Спиликуэта. Вот он получает мяч. Идет вон. И сзади Сэск Фабригас играет. Но как играет? Ну вот здесь сейчас очень хорошо будет видно. Ну это... С подворотом даже. Это грязь. Ну это ужасная грязь, да. Причем даже, по-моему, штрафной он был где-то в углу. Находился. Таронс здорово помогает. Снова Андрос, прострел Митро Вишави. Открыт Виллиан. Бразилец. Разбрасывает Таронса. И... Пока не надо. И Педро падает. Колбот показывает, что... Нет, Колбот. Ну, опять как пролетел по флангу. И низом передача Кейхел. Мяч в воздухе. Отсюда можно бить. Митрович подстраивается. Митрович мощно. Рядом со штангой. Хорошо приложился сейчас. Чуть-чуть рядом со штангой. Не повезло немножко. Мяч пролетел. Но я бы обратил внимание, как вкопаны встали защитники. Никто не бросился на него. Все стояли, смотрели, как он получает мяч. Обрабатывает. Очень удобно выкладывает себе и бьет. Ну, здесь он сразу показал на замахе, что будет слет убить. Поэтому, может быть, это и остановило немножко защитников. Так, а это момент с возможным пенальти. В принципе, пенальти, да. Что так? Вы знаете, в этом сезоне вообще у Нью-Касла странная ситуация. Ой-ой-ой, выход. Удар. 4-0. 4-0. Педро оформляет дубль. Педро. Второй мяч в сегодняшней встрече. Четвертый в этом сезоне. И вот снова хороший рывок из глубины. И проспали опять защитники. Опять какую-то мастерскую передачу. Ну, здесь Тейлор. Рука, плечо, все нормально? Да, все нормально, я думаю. Здесь по моменту здесь не было такого гидрога. Поэтому с легким сердцем отпустили. Вот оно. Долгожданная замена. Вот оно. То, что мы с вами ждали и анонсировали. Сейду Думбиян вместо Александра Митровича. Здесь можно было, в принципе, вдвоем их попробовать. Надо же отыгрываться как-то. Да. Аромс, мягкая передача в штрафную. Колбэк. Ну, заставляет его разворачиваться. Передача. Вот сейчас момент-то был для Сиду. А Челсы продолжают. Да, чего я. Аспирикуэта на пятый гол и по Шаруста. И снова с левого фланга. С этим важным для себя событием. Бертран Таоре. В премьер-лиге он еще никогда не забивал за Челси. И вот это произошло в матче против Нью-Касла. Хорошая передача Аспирикуэта возвращает Азар. Азар и дальше Бертран Таоре. Дебютный гол. Полный дисбаланс. Уфты. Избивай, взрывай Азар. Перемудрил. Но опять же, с центра поля пас. Куда это, говорит? А, здесь он, в принципе, убрал бы сейчас, вратарясь, так не наступил на мяч. Ну, а что ж не бил-то? Ну, таунсэнд, таунсэнд. Его движение. Гоу! Андра Станцэнд. Не давали бы вас выиграть. Развитие атаки сразу первым пасом отрезало группу игроков. И здесь уже на скорости. Защитники просто не справились, не смогли. С под игроками еще. Думбия палом за собой центрального защита.